Добрый день, Елена Николаевна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот здесь в Академии Вы занимаетесь и преподавательской деятельностью еще, и работаете на завышенном отделении. Вот расскажите сначала немного о Вашей преподавательской деятельности. Такие курсы Вы ведете? Ну и что касается моей преподавательской деятельности, в общем-то, она не так давно началась, буквально три года, и за это время я читаю три таких курса, как физиология высшей нервной деятельности, анатомия центральной нервной системы и специальная психология. То есть это три курса, которые читаются на факультете психологии, на разных курсах студентам факультета психологии. Я знаю, что обучение в РХГ, выпускник РХГ, что закончит Ваше второе высшее образование. Вот давайте пока мы поговорим не о втором в РХГ, а о первом. Что сначала Вы закончили? Да, действительно, РХГ – это второй ВУЗ, который я закончила в своей жизни. Первое свое образование получила в далекие советские годы, и это был технологический институт имени Ленсовета. В те годы там был такой замечательный факультет биотехнологический, и таким образом по первой специальности я микробиолог, биотехнолог. А Академия – это действительно второй мой ВУЗ. После окончания ВУЗа Вы пошли в аспирантуру и защитились. Вы кандидат медицинских наук. Не медицинских, а биологических немножко поправлю. Ну да, действительно, был такой эпизод в моей жизни. По образованию я микробиолог, и, соответственно, моя кандидатская работа была посвящена микробиологию, исследованию микроорганизмов, продуцентов, антибиотиков и ферментов, которая проводилась на базе Института антибиотиков и ферментов. Это очень известный научно-исследовательский институт был в нашей стране. А как получилось, что, закончив ВУЗ, защитившись и будучи уже кандидатом биологических наук, Вы все-таки пошли в РХГ? А что было побудительной причиной для этого шага? Ну да, вопрос, конечно, интересный. Ну, на самом деле, в жизни каждого человека образование, работа – это, конечно, очень много, семья. Но в то же самое время какой-то личностный рост, поиск источников развития, он тоже всегда у человека должен быть. Ну и, наверное, какой-то из этапов своей жизни мне, видимо, не хватало этого. И как раз в этот момент мне на глаза попалась реклама Русско-христианской гуманитарной академии. Причем очень интересно попала. В тот год заканчивала среднюю школу моя дочь. И им в школе выдали рекламные проспекты вузов Санкт-Петербурга. И вот пролистывая с ней страницы этого рекламного буклета, я глазом выделила информацию об РХГ. И меня, конечно же, поразила, заинтересовала концепция академии целостного гуманитарного образования. Мне показалось в тот момент, что это тот вуз, где я бы, пожалуй, хотела бы учиться. Но как-то это так вот промелькнуло и прошло, поскольку ЦР была другая. Искали образование дочери. Вот. И через какое-то время все-таки вот моя мысль вернулась и к этому я поняла, что мне интересна та программа, которая предлагается вузам. позвонила в приемную, выяснила все условия поступления. Таким образом вот пришла в академию, о чем не жалеем. В РХГ достаточно много кафедр и факультетов. Что выбрали Вы для себя и что Вам показалось важным и интересным на тот момент узнать? Ну да, действительно, кафедр много и, в общем-то, интерес был между психологией и философией. Ну потому что философия всегда мне была интересна как мировоззренческая такая наука, да, которая формирует базу мировоззрения человека. Вот. А психология – это более практическая наука. Это всегда интерес к людям, желание помочь им. То есть, как бы, вот я чувствовала в себе потребность вот в этом направлении двигаться. И поэтому, когда я пришла в академию, я вот выбирала философию или психологию и все-таки вот психологию перевесила. Ну что, опять же, как бы, я думаю, что я правильно поступила в тот момент, поскольку, если вот возвращаться к концепции образовательной академии, то надо сказать, что вот эта концепция целостного гуманитарного образования, она дает возможность гуманитарно-философски развиться любому студенту, попадающему в ВУЗ, в том числе и психологу. И для меня это было очень важно. То есть, получилось, что поступив в РХГ, я фактически параллельно вот образовывалась и философски, гуманитарно, и психологически. Вот, и в этом вот большая особенность, наверное, ВУЗа, то, что вот меня лично привлекло на момент поступления, поскольку больше ни в одном другом ВУЗе таких уникальных программ нет. ну, как бы вот на сегодня, если с сегодняшнего дня посмотреть в то время, да, то я понимаю вот три основных, наверное, момента, которые меня привлекли в этот ВУЗ, и, собственно говоря, почему я могу рекомендовать другим поступать в академию. Ну, это сама концепция образования, раз. Второй – это профессорско-преподавательский состав. То есть, это высокие профессионалы. Ну, можно сказать, что на сегодняшний день собраны лучшие интеллектуальные силы России, и они преподают в нашей академии. Ну, и, наконец, третий момент – это отношение к студентам. Отношение, он действительно особое. Я училась на заочном отделении и была поражена вообще отношением преподавателей к студентам-заочникам, поскольку еще вот, наверное, с советских временов сложился такой у меня стереотип, что студент-заочник – это как некий балласт такой в любом ВУЗе. Когда я попалась в пространство академии, то я была просто вот восхищена и поражена тем деликатным, тем, ну, заинтересованным отношением к студентам-заочникам. То есть, преподаватели выкладывались полностью, несмотря на то, что вот мы приходили там, ну, как заочные студенты. Это было очень приятно, было интересно слушать преподавателей. Это вот особое обращение коллеги, да, которые, конечно, очень подкупают. Ну, и, действительно, оно как бы несет за собой содержание. То есть, это не просто некая такая форма вежливости, да, как вот у американцев известно, что они всегда улыбаются. Нет, это совершенно как бы вот особая форма уважительного отношения к людям, которые рядом с тобой. Вот. Ну, и еще, наверное, последний момент – такой вот, это особая аура, наверное, да, атмосфера, которая складывается в академии. То есть, это вот некий такой живоносный источник, которому надо и хочется преподать, получать знания, обмениваться ими. И, как бы, он не иссякает даже после окончания академии. В вашей истории есть один очень замечательный момент. Вы же пришли в академию не просто как студент, а как уже сложившаяся личность, получившая высшее образование, к тому же кандидат биологических наук. Насколько или как, вернее, строились ваши отношения с преподавателями и с коллегами по группе? Все-таки вы уже имеете то образование на уровне преподавателей, а, может быть, даже иногда и выше. Ну, не знаю. Мне кажется, что наши отношения складывались хорошо, поскольку, когда я поступила в академию, все-таки я пришла не кандидатом в наук, я пришла не в аспирантуру, а пришла обычным студентом на первый курс. И, соответственно, ну, в общем-то, я не афишировала даже, что я кандидат в наук. И потом даже кандидату в наук всегда есть чему поучиться. Тем более, что первое образование у меня было техническим, а это образование гуманитарное. И, как говорится, поле для развития было широчайшее. И если ты пришел учиться, значит, ты учись, а не учи других. То есть с этим как раз проблем не было. И с коллегами-одногруппниками тоже, в общем-то, никогда каких-то там трений не возникало. То есть я была на равных со всеми. После окончания вуза жизнь какая-то для вас изменилась. Ну, это уже нам сейчас известно. А вот тогда, когда вы учились, вы же пошли сюда учиться, чтобы немножко получить гуманитарное образование. Думали ли вы, что после окончания вуза будет такая новая страница вашей жизни? Ну, знаете, для меня это действительно была новая страница, совершенно неожиданная. То есть такой вот неожиданный поворот в моей жизни произошел действительно с окончанием академии. Когда я поступала в академию, я шла учиться. Это было образование для души. Поскольку на тот момент я действительно была уже сложившимся специалистом, имела хорошую работу в достаточно известной фирме. Ну и, собственно говоря, никуда не собиралась уходить. И по окончании академии, ну, конечно, я стала задуматься над тем, как мне реализовать знания, полученные в академии. Поскольку все-таки, ну, та же психология, да, она подразумевает какой-то выход к людям. Ну, возможно, это консультации какие-то проводить. Еще там что-то, да, ну, как-то вот, каким-то образом что-то менять. Ну, это было немножко, как бы, отсроченным таким, потому что, в принципе, меня все в моей жизни устраивало в плане профессиональном. И поэтому, когда вот поступило предложение «Попробуй себя в преподавательской деятельности в академии», ну, для меня это было несколько неожиданным. Ну, я для себя подумала, а почему бы и нет. Вот. Ну, и, в общем-то, встала на этот путь. Ну, и сейчас по нему иду. Ну, несомненно, люди, желающие получить высшее образование после школы, или, может быть, уже взрослые сложившиеся люди, просматривают справочники, может быть, как и вы, еще буклеты. Вот, скажем, могли бы вы дать какую-то рекомендацию после того, как вы закончили сначала один вуз и уже получили второе высшее образование РХГА, Русско-христианская гуманитарная академия, как место, куда стоит пойти, чтобы получить высшее гуманитарное образование? Ну, что я могу сказать? Это даже не рекомендация, а просто свой личный опыт могу передать людям, которые меня будут спрашивать о нашем вузе. Безусловно, вуз – один из лучших частных вузов в своей области, как говорит наш уважаемый ректор, широко известный в узких кругах. И, действительно, эти круги, они все-таки действительно достаточно узкие. То есть наш вуз, он не для каждого человека. Сюда все-таки лучше приходить людям, которые понимают, для чего они это делают, зачем они идут получать данное образование. Потому что часто бывает так, что приходит молодежь после школы, проходя мимо, увидев интересную вывеску, которая привлекла. Вот случайным людям здесь достаточно сложно будет учиться, потому что надо быть очень мотивированным на обучение. Надо любить те предметы, которые тут преподаются. эту гуманитарную направленность, ну, наверное, интересоваться культурой, мировоззрением эпох, которые здесь преподаются. Тогда будет интересно и хорошо учиться. Если же ты случайно зашел, то тебе будет достаточно тяжело, особенно студентам-психологам. Потому что психология, которая преподается здесь, она уникальна тем, что во всех других вузах психология преподается как естественная научная дисциплина. В нашем же вузе она преподается с гуманитарной точки зрения. То есть человек рассматривается как целостное телесно-душевно-духовное существо, как личность. Никто в других вузах об этом не говорится, поскольку психология как наука, как светская, она вообще не рассматривает духовный пласт. Вот этому можно научиться вот в нашем вузе. И поэтому абитуриенты, которые хотят познать целостного человека, которые хотят познать себя, раскрыть свой внутренний потенциал, помочь другим осознать себя, они смело могут идти в наш вуз, но при этом должны помнить, что надо будет упорно трудиться, а не расслабляться всегда. Спасибо, Лена Николаевна, за интервью и успехов Вам в Вашей деятельности. Благодарю Вас. Спасибо. 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 Спасибо.